здравствуйте друзья начал запись 22 июня 24 года середина лета чем мы занимаемся давайте вернемся на 20 лет назад на 15 до 20 когда появился цифровой фотоаппарат и появились наконец-то качественные снимки придачу к интернету и так значит все это у них несколько серий все это для новичков дошкольников студентов подчеркиваю новичок может быть даже 70-летний человек проверяю запись кажется запись идет и так значит что такое бесконечная серия у меня тысячи фотографий я уже боюсь десятки тысяч каждый из них со смыслом вот и мы будем тоже принцип как лучей английский язык я недавно вспомнил три слова по-английскому хотя несколько лет школе учил три слова вспомнил windows окно фазы мазы свистебразы но стоит только пожить несколько месяцев даже в той же англии и рядом ни одного русскоязычного ченнекского месяца научишься этому же тот же принцип я предлагаю может это погружение слово назвать чтобы мне потом больше не было такого как мне говорили на семинаре в москве три дня слушала ничего не поняла это при том что я разжевывал каждое слово итак поехали посмотрим как это будет продолжаться то есть мы уже три или четыре фильмы сняли потом уточню остановили где-то тут давайте смотреть где вот здесь а вот здесь и так один из способов укоренения называю парализовую потом наткнемся мы на другие фотографии там светлые бутылки но специальная тень с помощью полив и сверху тряпах укрытия от превосходящих лучей под светлыми бутылками это все сгорает был момент времени не было ладус канал я себе буду делать без укрытия но потемными бутылками под ними не должно сгореть один год пол такое пекло что даже потемными сгорели в остальные годы нормально а бутылки всего нужен месяц хороший полив вот укоренение происходит в данном случае тоже малость эффектная фотография вы видите в другом месте эффектная и эффективная и так все подряд это примерно 2007 2008 год так вот это вот вишня она росла у соседа я не стал я заниматься она отличалась от обычных фишек знаете чем я как-то называл паниклая как 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 же такая пивообразная очень интересное дерево было откуда взялось неизвестно вот я даже интересоваться не стал потому что она мелкая была кислая в то время гонялся только на сверх крупными сверх вкусными но сам факт зафиксировал то есть и вот такого вида вишня именно вот такой формы и кроны это первый последний раз может других местах она распространена но я увидел первый последний раз такое дерево и фотографировал это вишня сибирская штабовая тогда еще это была территория соседки теперь я выкупила миллион рублей этот участок 10 соток теперь он мой землю не давал государство не дает даже селекционер не дает вот отсюда миллионка по которому я не вдыхаю потому что я все это превращаю в деньги извините за цинизм вот эта вишня она я ее благородил знаете как ну наверное или где-то это бы прошли нет это будет другом месте там я к этим вишням привил черешни черешни пожили 2-3 года ну в другом месте наткнемся на эту фотографию черешни прожили 2-3 года и благополучно скончались вот и я тогда увидел что она начала увеличиваться в размерах вишни то есть это была одна из первых моих попыток это кстати я показываю до такой степени они увеличились но эта фотография культурной вишни привезенной с украины я стараюсь быть максимально объективной а вот эта вишня достигла того же качества плодов хотя черешневые прививки погибли фотографии есть как я это этим занимался и фильмы есть вот и я придумал тогда это было все таки согласитесь 17 лет назад и я уже полностью владел темой объективной гибридизации которая является лжа наукой представляете до сих пор когда я говорю объективную гибридизацию что я внедрил зодогены это насыщение вентами внедрение ген в данном случае на чтобы вот такой потом покажу еще много будет фотография тема интереснейшая вот это митюринская наука и она полностью была отринута и до сих пор потому что в ответ на мои фильмы приходят комментарии там всегда внизу комментарии валерий константинович подвой сам по себе приводит сам по себе и никаких перемешиваний денег и закрепления никакой наследственности ничего этого нету а потом а я смотрю что дружбольно аккуратная цитата я раз ее туда в этом яндекс поиск а честное это в цитате 90 или 70 лет представляете до сих пор живут этим а ведь это такой тормоз вот а хочется как этот самый педокомедий помните слова а хочется чего-нибудь такого такого вот эта фотография кстати видите линейка сверху моя это как бы марсиадная линейка специально раскрашенная тем не менее десяток двадцать сайтов эту фотографию присвоили значит не так что у нас хороши дела с вишнями в Тане вишневой сады продолжают погибать причины все те же деградация это я ранее говорю это отдельная тема деградация близко-родственной связи и калечине деревья потому что они все неправильные а вот это самое интересное что вот это вот неправильное деревья их никто никогда не обрезал это еще 17 лет назад они сейчас живы такие враги дают мой любимый случай у меня есть фотография только в другом месте значит подъезжаем на виг значит мой друг не друг но односельчайно скажем так иногда помогал мне со своим другом константинович можно мы наберем лишний а она уже в том времени вы представляете прошло 15 лет после этой фотографии и как подъехал в грузовик прошло 15 лет огромные ветки уже над этим над дорогой свесились да можно они взяли открыли борт и стоя на в кузове грузовика вот 8 видов набрали и без всяких этих ухищений до сих пор до сих пор ни одного этого полива ни одного опрыскивания ни одного секатора ни одной ветки не не улучшена не отрезана не подкормлено ничего а выражая все растут и растут это отдельная тема для этого вебинара у меня кстати и повод есть у меня послезавтра вебинар вот у меня есть официальный сайт вот видите кстати на сайте появилась вот эти вот фотографии их тут не было смотрите внимательно ну это понятно основоположник чего клад железова клад железова сын железов вот мой последователь лучший ученик невестка железова двоюродный брат железов вот он же выпустил всех хослужа представляет какая у меня поддержка моральная и не только моральная вот сын железова вот духовная дочь савинича Елена племянница Мельникова вот они работают одна с косточками другая с черенками потом наоборот вот так вот ну и эту фотографию которая давно здесь я не стал убирать хотя Валерий Александрович давно там умер но телефон его действует это значит что память о нем это его как бы назвать живородящая 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 лак мастика но это я отвлекся ну не совсем это так все дело в чем здесь если сюда нажать вот он сайт так вот он вот он вот и здесь есть красивая книга и здесь каждую неделю появляется вот такая так это мусор это мусор это вот она и так понедельник 24-го сегодня 22-го то есть послезавтра вы можете если сегодня фильм выйдет то получается послезавтра вы можете показаться хотите найдите сами три букв три слова по-русски сайт с одного до железного и вы вот здесь и окажетесь на сайте и в гостевой книге и узнаете когда можно присоединиться к моим этим моим лекциям вебинаром это раз потом значит возвращаемся обратно в общем поняли 24-го вебинара поверьте там я общаюсь с вами более плотно отвечаю на сотни если брать все вебинары на тысячи вопросов отвечаю так это я сюда попал так сейчас так мне сейчас надо быстренько ответить быстренько ответить быстренько ответить вот вот так я понял что сегодня уже поздно тогда мне надо узнать сможет найти может поехать со мной в деревню вот почему потому что где-то через час я сейчас закончу фильм снимать через час собирать деревню но если еще не поздно то давай тогда закончим наши дела так прошу прощения за то что это это жизнь такая вот итак мы продолжаем следующий момент мы говорили про вишни правильно потом я вспомнил про вебинар вот продолжаем итак вишни почти все учитывая что фотографий много еще не раз будем возвращаться вот а это значит что это слива стартовая один из чудес света я называю вот в Сибири представляете вот а это значит что значит когда то это одна из фотографий есть более эффектная а это знаете почему так делал вот эти зелененькие это китайские сливы а я крону привил это было тоже давно но размажал таким образом побольше побольше чтобы не потерять этот сорт мне еще в девяносто примерно третьем году это ой сколько лет прошло тридцать больше тридцати лет следите за подробности а вы виноваты сами а зачем вы мне друзья постоянно напоминаете мы хотим знать историю каждого сорта то есть среди вас много уникальных людей которые не только вот ну что ты будешь делать когда вот это дичь творится вот это я опять немножко отвлекся ну чуть чуть смотрите смотрите вот это вот сейчас я приготовил для этого для 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 а вот это я приготовил тему для вебинара вот берет 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 называть не называть их оказалось добрая сотня которая присвоили эту фотографию у них ничего этого нет на свете нет ни одного этого малиного дерева ну знаете один год среднем растет второй год плодоносит и умирает растет плодоносит умирает и придумали аж дерево нашли удачную фотографию и это масштабы невиданные вот понимаете невиданные масштабы этого этой подлости я в данном случае не говорю их там сотня и все мошеннические везде где вы видите мариного дерева это мошенники а почему я эту тему сейчас чуть-чуть не поднял а потому что вот смотрите все такое почему нужна история а история такая итак в 92 году или 93 царство ему небесное Черешов Валерий Петрович ученый садовод из саратовской станции садоводства подружились мы с ним хорошо и вот он мне прислал чернослив в веточке и сказал Константинович все у тебя больше не будет соседей дальше пауза они все умрут от зависти и вот давайте сравнивать вот уже чернослив уже мы видим что чернослив созревает раньше чем китайской серии вот ладно теперь смотрите какая между ними разница конечно соседи умерли у меня это действительно умерли справа слева но это не от того что они завидовали просто срок пришел а так в общем то это его выражение все таки крылатая поруческая соседи то нет а это чернослив есть вот смотрите внимательно линейка значит мое так значит на эту роскошь посмотрели хотите у вас будет вот тридцать лет прошло мое дерево самое первое живо а я специально хожу возле него я несколько снял я пока ну пусть там оно избито морозами страшно это сейчас первое поколение живо вот сейчас секундочку у меня уже кто-то пищит что делать жизнь там продолжается вот так идем дальше значит каждый год еще несколько ягодок таких дают плотиков идем дальше это B167 это из Канады прислал Сычо Александр Иванович тогда он работал в Россошанской станции ну оказалось что я когда знаете как заказывал заказывал допустим так ага вижу Канада в скобках берем конечно там будет самая роскошь так вот говоря официально все что я выписывал из Канады вот это не только этот сорт в общем это называется середиский а еще из Англии тоже обеда была жуткая но Англия ну там то теплее намного там может вот такие вот должны расти нет бесполезно дальше все лучше но лучше они не стали я их сделал лучше понимаете вот сейчас возьму вот опять сюда вернусь это начало представляете я вас заманиваю вот вот фотография знаковая у нас на рыбке вот такой стоит стоял для чего такой манекен догадайтесь сами школа верните смысл биологии огромный набор ненужных знаний вот и сейчас я вам покажу вот это то что я говорил сотни плодопитомников украли а я вам хотел показать одну фотографию сейчас где есть дегустация плодопитомника да нигде кроме моего вот все это вам предстоит знать вот найду ли эту фотографию вот вопрос который сейчас хотел показать ой оно где то дальше жалко ну ничего мы же не прощаемся с вами так тогда мы с вами идем дальше вот а снова знаете о чем повезло да кстати когда это дерево упало я даже не пытался его размножить ну это середачок сало как сало что его пробовать так так и вот этот канадский сорт и даже не пожалел что остался без него так же как и без английских сортов вот а вот это значит он и есть это чернослив тоже одна ну как сказать процесс созревания ну слюни не текут а вот вот эта фотография особая я говорю мы с вами далечки человеком мне со мной знакомятся и говорят я ничего не преувеличил и говорят следующее значит так мы и так мне 50 лет мне 60 лет я ученый на пенсии и уже вроде рядом там эколог он может быть биолог он может быть заолог вот или как мой брат кончил кончил это самое сельхозмус направление там допустим сельхозяйственные машины я для примера говорю вот и получается что именно вот так вот бить в одну точку как я таких практически на рубеже 21 века не оказалось ну так вышло мне приходилось все с нуля открывать изобретать все с нуля что-то забыто со времен вечерина и тогда не знали например агротехника в времен вечерина не признаю я считаю что это я первый в этом деле происхождение жизни на земле это самая почва значит строение дерева которое якобы неправильно я все отметаю так вот значит одно из моих направлений называется это одна из первых доказательных фотографий называется так еще раз говорю среди новичков даже много людей уважаемых с высшим образованием с двумя высшими образованиями и прочее и прочее даже из сельхозлуда так вот эта фотография вот так вот покажи школьникам ну ну фотография одна ветка а почему одна морозной одна нет ну надо бы надломилась я проверял нет просто взяла замертво тогда я проведел предположение которое вылилось в одно из мировых открытий под названием селекционное клонирование таких когда фактов накопилось много а факты такие ветка ветки рознь почка из которой она выросла имеет разную морозостойкость пока на этом все вот будете замечательно согласитесь что годом раньше я мог взять с той ветки которая мертвая перед вами уже мертвая ветка я мог себе взять почку черенок на прививку и привить ее от окубы а с какого надо брать а только тогда когда прошел отбор теперь ясно что с нижней ветки надо брать ветки и мы не увеличим морозостойкость это подчеркиваю сюда это селекция но это отбор это отбор веток отбор почек наиболее морозостойких предельная то есть мы берем выбираем предельную морозостойкость вот вот это есть селекционное клонирование да это не генетика да не увеличиваем морозостойкость находим предельное но это тоже очень важно оно даже важнее чем всем этим занимается папа морозостойкий мама вкусная а потом несколько вариантов пошло а потом начинаются законы Менделя вот значит получился морозостойкий но не вкусный отметаем вот раз не морозостойкий но вкусный отметаем сам замерзнет вот и не вкусный не морозостойкий отметаем и только вкусный морозостойкий и вот началось вот уже это 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 одеты сотен и сотен и сотен через летние сорокалетия работа это длинный путь и он уже не нужен хотя бы потому что хотя бы потому что например яблонь 50 тысяч сортов ну хватит давайте другое направление давайте двигать на серу вот тут мы вспомним селекционное клонирование железного и вегативную гибридизацию одно направление чисто железовское ну что закончить на этом разговор да наверное длинные серии делать не будем это будет следующая тема очень важная вот давайте мы с вами на этом остановимся итак вот сюда вебинар итак все это все это в виде косточек сейчас лето я тут недавно прямо сейчас на вебинаре где был я был сейчас в этом самом у себя в этом вот вот внимание супер скидки на объявление садовода железного ну черенками летом не торгую пока про это можно набыть косточки абрикосов слив вишен черешин 15 рублей за штуку учебные диски в электронном виде можно и в любом виде вот итак вот здесь вся информация вот а главное вот это вот заказывать у меня каталог и те кто закажет напишет слово гость кодова для них действуют скидки летом вот эти вот самые это фактически два раза получается два раза дешевле вот так почему начиная с нового урожая это будет почти в два раза или уже в два раза дороже благодарю за внимание обращайтесь запись установлю запись запись у и его в и в